Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры Роберт Вильгельм Экман Илматар 1860 год, бумага на холсте масла 79 на 111 Роберт Вильгельм Экман Знаменит картинами, написанными в манере, обвиняющей классицизм и романтизм Художник стремился создать круг тем и образов, неразрывно связанных с его родной Финляндией Он по праву считается одним из самых ярких и талантливых живописцев этой северной страны Илматар, богиня воздуха, персонаж национального эпоса Каливала Она традиционно изображалась прекрасной девушкой Так и здесь на картине художник делает ее платье Фигурку словно сотканными из воздуха Экман пишет богиню над бурными и мрачными волнами сурового моря Что подчеркивает ее хрупкость Полотно очень интересно композиции атмосферы Оно создано по типу европейской аллегорической картины С минимум деталей сложно по фактуре и колористической гамме Интенсивный густой цвет пушующих холм Почти мистически по цвету просвет в небе Композиция соответствует строению мифа о сотворении жизни на земле Ведь сначала царствовали только стихии вода и небеса У небес была дочь юная Илматар Она искала место, чтобы немного отдохнуть И опустилась на воду Илматар плыла 700 лет Пока не приметила прекрасную птичку Которая также искала место для отдыха Прекрасная богиня подставила ей свое колено Птичка снесла 6 яиц из золота и одно из железа Колено Илматар так сильно нагрелось, что взорвалось Яйца разломились, упали в воду И обломки образовали сушу, луну и звезды А желток солнца Еще несколько веков богинина Слаждалась видом созданного, плавая в водах Наконец море оплодотворило ее И она родила на свет первого человека Вейнаменина Этим сказанием открывается эпический сборник народных легенд Калиуала Вот такое описание нашел в интернете К работе Роберт Вильгельм Экмана Илматар 1860 год Текст по книге Великие музеи мира Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok